Видеть, что, разумеется, прямой военной угрозы суверенитету и территориальной целостности нашей страны, конечно, сегодня нет. Гарантия тому. Прежде всего, стратегический баланс сил в мире. Мы, со своей стороны, строго соблюдаем нормы международного права, свои обязательства перед партнерами. И рассчитываем, что другие страны, объединение государств, военно-политические альянсы, а Россия, слава Богу, не входит ни в какие альянсы, в этом тоже в значительной степени залог нашей суверенитеты. Любая страна, которая в альянсы входит, сразу часть своего суверенитета отдаёт. Сто процентов. И далеко не всегда это отражает национальные интересы той или иной страны. Путин надеется на понимание других стран. У России есть свои национальные интересы, и с этим нельзя не считаться. А все спорные вопросы удел дипломатии. Однако, с некоторых пор у ряда стран появилась привычка говорить с партнерами другим языком. В мире всё чаще звучит язык ультиматумов и санкций. Само понятие государственного суверенитета размывается. Неугодные режимы страны, которые проводят независимую политику, или просто стоят на пути чьих-то интересов, дестабилизируются. Для этого в ход идут так называемые цветные революции. А если называть вещи своими именами, просто государственные перевороты. Спровоцированные и финансируемые извне. Конечно, упор делается на проблемы внутри стран. А проблем всегда достаточно. Особенно мы не устраиваем военностабильные государства. Проблемы в любом государстве есть всегда, но, по мнению Путина, это не значит, что их нужно использовать для раскачивания и без того нестабильных стран. А это в последнее время происходит регулярно. Потому что вставка делается на самые деструктивные силы религиозных фанатиков или неофашистов. Неофашисты все. Люди пришли к власти вооруженным антиконституционным путем. Да. После переворота правилы и иностранным образом, почему-то в голове государства оказались те, кто финансировал, либо осуществлял этот переворот. Они же не могут пойти просто выбрать, как мы. Население страны, которое не согласно с таким развитием, также силы пытаются подавить. И куча вот этого. Без всякой попытки провести хоть какие-то переговоры. Вот как вот он. Перед Россией при этом. Все правильно говорит. Или дайте, позвольте нам, частным этого населения, которое и этнически, и культурно, исторически близко к России уничтожить. Или мы будем в отношении вас вводить какие-то санкции. Странная логика. И, конечно, она абсолютно неприемлема.